В поисках сенсаций мне приходится совать клюв по самой гланды в наиболее мрачные и отхожие места мировой политики. Сейчас я на кладбище политических амбиций в Мар-Алаго. Я же тебе давно говорила, купи Шреддер. На порно-актрис у него, понимаешь, деньги есть, а Шреддер в дом купить... Хорош пилить! Ты без Шреддера справляешься. Два вопроса. Сколько именно пунктов обвинения в новом уголовном деле против вас? По разным сведениям, их то ли 31, то ли 34, а то и вовсе 38. И что это вы тут делаете? Делаем так, чтобы пунктов обвинения не стало 62, 73, а то и вовсе 80. Моя бабушка говорила, нет новостей, лети на лондонские помойки. Там всегда что-нибудь да найдется. Ничего себе! Еще вполне себе годный политик. Его юзать и юзать, хвосты в гриву, а его на помойку из парламента. Я сам ушел, громко хлопнув телом об асфальт. И все из-за какого-то маленького пятнышка на моей репутации. Ничего не хочу сказать, но, по-моему, сейчас вы свою репутацию углаздали с ног до головы. В этом и смысл. Теперь фиг найдешь то пятнышко с ковидной вечеринки, из-за которого все и началось. И, конечно же, я не могла пройти мимо слухов о том, что кто-то почти 30 лет орудует на посту маньяка в белорусских лесах. Накрасилась и направилась в самую гущу кустов. Не врут бабы. Вот он, маньяк. Да вы что, простой гребник. А что в корзинке? Да набор гребника, топор, нырёвки, скотч. Ага, все-таки маньяк. Не-не-не-не-не. И девушек я не ловлю, а наоборот, отпускаю, как сапегу. Ну куда же вы? Имеете уважение к старости. Трудно мне уже за вами с топором по лесу гоняться, чтобы интервью дать. Присесть не желаете? Даже не уговаривайте. Ну хотя бы на пару лет, а? За экстремизм! В чём сила, брат? В лайках, брат. А, а я думал в нефти и газе. Само собой, но в лайках больше.